После теплой зимы с таянием снега обнажились дефекты дорожного полотна на Саровских улицах. С начала весны от автомобилистов регулярно поступают сообщения о его плохом состоянии на отдельных участках. Если поехать в сторону заезда, то все разбито. Здесь сочистных тоже разбито. Весь город разбитый. Делают так, что залепят, и она вылетает сегодня. За последний год я вижу, что намного хуже стало состояние дорог. Работ не вижу. Хотелось бы применить ненормативную лексику, но поскольку это будет показано по телевизору, постараемся словами теми, которые есть. Дороги в состоянии ужасное. То есть с года в год все хуже и хуже. Потому что это напрямую угрожает безопасности дорожного движения, потому что водитель не контролирует ситуацию на дороге, он постоянно ищет ямы, чтобы не убить свою машину. Обязательства по ремонту дорог лежат на подрядчике в муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии. Бюджет действующего контракта – 17 миллионов рублей. Подрядчиком по действующему контракту является МУДЭ. В рамках этого контракта планируется выполнить примерно 25 тысяч квадратных метров покрытия асфальтобетонного дорожного. Работа уже выполнена на улицах Академика Харитона. Ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Дорожная, улице Балыковская. После этого будет улица Садовая, Большая Коммунальная. Закончили работы на улице Энтузиастов, ТИС. Также специалисты планируют отремонтировать дорогу от Плотины до улицы Заводская, участки по улицам Московская и Герцена. Производится сезонный осмотр автомобильных дорог ежегодно в весенний период. И также по обращениям жителей, где уже нет смысла выполнять ямочный ремонт, желательно более большими картами производить ремонт. И там мы выполняем более плотно, стараемся перекрывать. При этом местам, которые совсем недавно отремонтировали, снова нужен ремонт. Тавтология вполне уместна, если учесть, что качество выполненных работ по некоторым участкам хромает. Существует колейность на покрытиях, и если не прикрывается целиком участок с колейностью, то, само собой, эти неровности так остаются. И там невозможно просто по-другому вровень сделать существующим покрытием. Небольшие перепады все равно, конечно, есть. Если это, будем говорить, что совсем не нормативные какие-то дефекты, где мешает дорожному движению, может, на самом деле, привести к варенье ситуации, конечно, в рамках гарантийных обязательств подрядчик должен переделать недостатки. По обращениям саровчан, самые проблемные участки – дороги на 1-е и 5-е КПП, Варламовское, Южное шоссе, проспекты Октябрьские и Ленина, улицы Зеленая, Сахарова и Железнодорожная. Рабочие займутся ими в последующих контрактах. По словам главного специалиста сектора автотранспорта ДГХ, на улицах, которые не войдут в списки, ДЭП обещает устранить дефекты ямочным ремонтом. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.